здравствуйте друзья тут я снеговик в пуховике тут baby тоже в пуховике тут переноска при виде которой как видите она вибрирует мы едем ветклинику за разрешением на вывоз собаки вон там baby сидит вибрирует за нами сейчас приедет азамант у нас опять потеплело ну не сказать что прямо грязь грязь но тем не менее конечно малое удовольствие бебечка а надо привыкать тебе скоро ехать в этой корзинке почти целый день потому что летим из шереметьево от меня это очень далеко поэтому ну вот эту справку сегодня получим и мне ее надо в аэропорту ветеринарном контроле обменять на их справку форма а1 кажется называется не знаю поэтому мы полетим раньше регистрации чтобы успеть в ветконтроль потом уже регистрация паспортный стол и так далее какой паспортный стол паспортный контроль вот так что все скоро скоро у меня один день остался на какие-то окончательные сборы сегодня приеду мне надо еще по по кое-каким делам побегать потому что самый последний момент у дочки нашлось еще одно поручение поэтому побегу ну и кое-что для себя купить и и и и и и и и все сидим трясемся скоро на прием тут такое белоснежное облачко с нами сидит ух получили получили мы справку это вышли уже из ветлечебницы какое же это долгое дело медсестры нету и там врач всем сама занимается и чеки и писанина и ну осмотра то не надо просто там все переписать данные о прививках прочее она же несет ответственность лично выдает справку поэтому я ее вот она клиника вот это вот где сугроб из как ее из скорой помощи а я и не знала что при ветклиниках тоже есть скорая помощь вон это старый район смотрите какие здесь интересные дома я таких не видела никогда трехэтажные с какой-то такой странной крышей но это государственная ближайшая к нам я уже выпускала на эту тему видео что не забудьте кто будет бэби 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 мы домой мы домой сейчас будем такси вызывать я сразу его вывела гулять не забудьте кто тоже будет документы готовить что разрешение на вылет вам готовы будут дать в любом месте но в аэропорту с вас потребуют разрешение на вылет от государственной клиники поэтому в поисковике сразу ищите ближайшие государственные ветеринарные клиники ну и по геопоиску я нашла ближайшая ко мне так мы куда идем я уже заблудилась мы как сюда попали а вот по этой тропиночке ой ой это от мороза у меня так экран заморозился ну все выключаюсь вот она кому понадобится бутовская ветеринарная лечебница может у кого-то рядом большой вывески нету поэтому вот ориентируйтесь я видите вот вам сняла такое небольшое одно или двухэтажное не могу понять здание желтенькое и вот такие вот вход в бутовскую ветеринарную лечебницу что напротив какая-то сказка бутово кафе гриль бар банкетный зал вот этот вот ориентир потому что остальное все стандартно и не найти а так адрес скобелевское владение 46 вроде как от метро недалеко все едем домой на любимый диванчик все мы вернулись домой я не знаю она все еще в шоке понятия не имею что с ней творится ну что с ней было в ветклинике это она меня даже не слышала я ей бэби 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 у нее глаза на лбу она вот дышит как ненормальная я ей говорю с тобой ничего вообще делать не будут вообще ничего делать не будут это просто нечто я устала именно ну туда на машине обратно на машине там спокойно посидела я спокойно ну и я говорю доктор один работает без медсестры все делает сама делает очень медленно печатает можно сказать одним пальцем но плюс ко всему там же еще по моему я даже не посмотрела в этом самом в этой справке и разрешение или как там называется вот что нужно ли там вводить английский текст судя по тому как она очень медленно печатала я видимо искала каждую букву скорее всего надо вводить но все это предпоследний документ самый последний это уже в Шереметьево вот эту справку на форму для вылета будем менять все дальше будет видно мы летим пока с билетом в одну сторону это не значит что мы не будем возвращаться это значит что мы будем потом ловить как сказать куда она сбежала от меня куда она от меня сбежала бэби ну прости меня ну так надо так надо бэби прости прости малыш я сейчас дам тебе вкусняшку это значит что мы будем обратные билеты ловить теперь же нет фиксированных цен компания меняет цены по своему усмотрению поэтому будем ловить момент когда будут подешевле билеты и полетим обратно все друзья пока пока я дальше пошла по по делам пока еще не знаю куда может быть доеду до магазина я его называю пятерка для богатых ну просто такой в торговом центре а в торговых центрах всегда эти вот перекрестки пятерки они такие как бы более фешенебельные с более хорошим выбором продукции ну и там поприятнее ходить если честно что увижу с фотою или сниму все пока пока я бэби пока пока сейчас дам вкусняшку сейчас дам вкусняшку моим ой 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 вкусняшку дам ой вкусняшку все выложила все что есть у нас на данный момент это бычий корень это кроличье ухо и вот такие кальцевые косточки если честно это перевод денег потому что как правило одной косточки мало но это же не еда это же вкусняшка у нее получается поэтому я их не очень люблю покупать дорого и как бы бестолково сколько 290 рублей косточки утины это просто лакомство это собака хорошо покушала и потом ей вот дать одну косточку у меня так с бэби не получается поэтому я их очень редко покупаю очень-очень редко все друзья побежала я скоро будет темнеть уже